Друзья, здравствуйте! Вы на канале Форнакс Филм. Сегодня расскажем о том, как мы устанавливали печь-камин Визиера от компании ТМФ и монтировали дымоход. Причем дымоход проходил через кровлю мансардного типа вот в этом доме красавцы. Каркасный дом в стиле барнхаус. Высокая фальцевая кровля, еще и с внутренней отделкой. В общем, все как мы любим. Заказчик определил место для камина, а мы, с учетом пожаробезопасных расстояний, определяем место выхода дымохода. Важный лайфхак. Когда непонятно, где проходят балки, а потолок уже чистовой, вырезаем небольшой квадратик и ищем балки на ощупь, запустив в отверстие руку и или рулетку. Определили границы будущего короба по ширине как раз 60 см. Разметились и дальше в бой вступает сабельная пила. Удаляем часть кровельного утеплителя. Мембрана самая неудобная часть, дальше расскажем, как мы с ней обошлись. Выбирать обрешетку очень удобно реноваторам. Рез точный и меньше вероятность повредить кровлю. Особенно хорошо это работает с мягкой кровлей. Обработаем край короба, подвернув мембрану и закрепим край вагонки. Вот такой проем получился, он в неправильной форме. Все из-за того, что крыша накверная и идет она под углом 39 градусов. Отметились, все вырезали, выбрали обрешетку. Дальше у нас идет фальцевая кровля. В ней мы тоже сделали отметку центра оси дымохода, для того, чтобы снаружи было удобнее отмельчаться и вырезать отверстие под дымоход. Обратите внимание, как ребята направляют мембрану. Не просто вырезают ее по размеру короба, а делают вот такой специальный желобок, по которому с внешней стороны влага, если она будет образовываться, конденсат будет беспрепятственно обтекать короб. То есть снаружи у нас вот такой вот небольшой импровизированный бортик. И дальше, 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 дальше. Идет все вниз и, собственно, с одной и с другой стороны. Друзья, вот МАУКО это супер инструмент, который позволяет снять лекало угла наклона крыши. И по нему мы уже вырежем лист супер изолова, лист минеральной ваты, Рокулу Фаербатс. Это будет отличным образцом для того, чтобы у нас ровненько вот этот ромбик лег по проему. Пока Иван формирует короб из трех рядов пластин минеральных матов Рокулу Фаербатс и одного слоя изола, поговорим о печи камине. Визиера, пиролизный камин с огромной дверцей с полукруговым стеклом. Футирующие плиты в топливнике, которые, кстати, есть даже в его верхней части, и создают все условия для наиболее полного сгорания дров. Зольника нет, но дрова сгорает настолько эффективно, что золы остается совсем немного, и ее очень легко убрать из камина. Управлять подачей первичного и вторичного воздуха можно двумя ручками под дверцей камина. Красивый, элегантный корпус камина выгодно смотрится в современных интерьерах. А еще в нашем интернет-магазине farnax.ru вы найдете поворотную версию камина Визиера. В камине Визиера честный 150 мм диаметр внутренней части патрубка выхода дымохода. Его можно переставить на тыльную сторону, но у нас он будет идти вверх. Но для того, чтобы его сейчас установить, нужно будет провожить вот такой вот керамический шнур на самоклеящейся основе по периметру патрубка. Шнур наклеили и установили патрубок. Собирая камин Визиера от компании ТМФ, нельзя забывать, что на заглушку тоже нужно нанести этот термостойкий шнур и плотно прижать ее к топке. Камин будет установлен на напольный стальной лист, на котором мы также размечаем центр дымохода и дальше укладываем лист на предполагаемое место монтажа камина. Теперь нам нужно, чтобы вот этот центр оси дымохода совпал вон с тем центром. Спозиционируем его точнее и устанавливаем камин. Теперь нужно свериться с ранее выставленным центром оси дымохода на кровле. Ладно, больше не меньше. Ну, нормально, приемлемо. Практически классический короб получился. Три слоя минеральных матов Rockwell FireBuds, затем короб из двух косых пластин из суперизола или скамола, кому как удобнее. Тем более тут у нас составной из двух кусочков от разных производителей. И также две распорки из этого же материала. Внизу мы пока закрепили все по внутренней стороне досточкой, чтобы короб не вываливался. Затем, когда дымоход будет установлен, мы все это разопрем ватый тип и, естественно, декоративный фланец сюда наденем. Где он у нас стоит? И, естественно, да, вот этот декоративный фланец мы потом установим на место. А пока пилим отверстие в кровле. Собираем стартовые элементы дымохода из одностенных окрашенных труб, не забывая наносить на место стыка жаростойкий герметик. Дальше мы будем стыковать трубы разных производителей и нужно будет их подогнать по месту. Старт сэндвич укорачиваем и готовим элементы дымохода к финальной стадии монтажа. За кадром мы оставили этап подготовки к окраске и сам процесс окраски деталей из нержавейки, которые будут на виду внутри дома. То есть половина трубы сэндвич у нас окрашена, а половина будет блестящей. Вывели трубу на крышу и установим кровельный проход. Прогибаем края под рельеф крыши, герметизируем силиконом место стыка и крепим кровельный проход саморезами. На трубу по традиции устанавливаем юбку и силиконим место стыка, чтобы влага уж наверняка не просочилась в дом по трубе. Ну и для надежности устанавливаем распорки и собственно все готово. Снаружи все готово, а внутри осталось набить короб ватой тип для того, чтобы холод не проникал внутрь дома и закрыть этот короб декоративным составным фланцем, предварительно подложив под фланец базальтовый картон. За кадром осталось то, как мы подкрашивали царапки, которые неизбежно остаются при монтаже, так, чтобы в конце у нас все выглядело идеально. Ну вот теперь точно все готово и можно делать первую протопку. Итак, друзья, дымоход для суперинтересного и пожалуй самого красивого камина VZR от компании TMF готов. Мы сделали проходной короб, собрали дымоход и все, что вы сегодня видели в кадре, было приобретено в магазине Farnax. И также все эти материалы, камины можно найти на сайте farnax.ru. Теплых вам вечеров, до новых встреч, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok